Приветик красавицы! Сегодня будет небольшой влог и я хотела бы с вами поговорить о том, куда я пропала, почему меня так давно не было, почему я вернулась и вообще, если вам интересно, оставайтесь со мной. Сегодня наконец-то уже выпал нормальный снег на улице, я решила, что это все знак, надо наконец записывать видео и его уже выставлять. Начну я немного видео с необычного, это у меня масло, такое вот оно с морковкой и там оливками, то есть у меня есть всяких масел, я стараюсь принимать с масла утром натощак, тут есть омега-3, 6 и 9, то есть некоторые пьют именно витамины с омегой, а я вот предпочитаю масло. Либо у меня есть другое масло, это масло из семен-чи, также у меня есть сами семена-чи, я не могу сказать, что прям вот это незаменимая вещь, которая нужна, но все-таки это все полезно и если принимать, ну, чисто куда-то добавлять, то очень вкусно. Как, например, я вот добавляю себе в молочный такой вот коктейль утром, после того, как съем, после того, как я выпью ложку столового либо чая, ну, смотря кто как любит масло, я после уже завтракаю. У меня тут такая вот, как получается, кашица, здесь есть овсяная каша, здесь есть немного семена-чи и здесь есть, ну, вода. Вообще, я люблю с молоком делать, оно получается такое прям молочно-молочно вкусное, но я сегодня сделала на воде, так как молоко закончилось, думаю, не буду я бежать уже, покупать молоко, сделаю так, как есть. Так как вы могли обратить внимание, вот эта кружка, это такая новогодняя серия, мне подарила в прошлом году подруга, очень такие устойчивые кружки, которые с таким большим дном и очень удобно их вообще из них пить. Так как вы могли еще обратить внимание на мои ногти, такие вот они у меня большие, я не очень люблю большие ногти, чисто потому, что в них ничего неудобно делать. Но так как сейчас будет Новый год, можно что-то такое себе позволить. У меня это обычные типсы, на них я сделала гель-лак, вот, они немного тоненькие, но такие красивенькие. Этот гель-лак термо, как видно, он такой вот, когда холодный, он такой ярко-розовый, даже, сказала бы, малиновый, когда теплый, он такой вот, ну, как сиреневый, что ли, такой фиолетовый цвет. В общем, очень красиво, это тоже гель-лак, но это такая серия Аквамарин, когда на нем можно рисовать. В общем, все ссылочки, которые я найду, если что-то, то я оставлю в инфобоксе, обязательно смотрите. Забыла сказать, что также в этом коктейле есть два банана, вообще очень вкусно, очень полюбила в этом году банан. Даже сейчас хотела вам показать вот такие вот банановые чипсы. Вот это вот банановые чипсы в белой глазури, а вот это банановые чипсы в темной глазури. Очень вкусные, очень понравились, но я сейчас стараюсь меньше употреблять сладкого. Во-первых, и нужно следить за собой, а во-вторых, вообще, как бы, что сладкое, ну, не очень полезно. Специально вытащила показать вам, какие они. Вот так вот выглядит это в белой шоколаде, в белом шоколаде. А вот так вот выглядит в темном шоколаде. На завтрак, например, с каким-нибудь коктейлем, очень даже вкусно и неплохо. Вот так выглядит внутри банан. Очень вкусно, на самом деле, очень советую попробовать, кто любит бананы. Или кто любит шоколад. Прям очень вкусно. Мне кажется, что в белом шоколаде, ну, тут кусочек побольше. Я перенаписываю влог, когда я что-то ем. На таком прекрасном фоне хочу все-таки поговорить о том, что почему я так пропала, куда я пропала, что случилось. Да, в принципе, ничего серьезного не случилось. На самом деле, все вышло так, что я думала, Новый год отпраздную, там, видео, ладно, отдохну. А вышло так, что я сняла новогодние видео какие-то еще. Что нужно было монтировать, соответственно, время проходит, уже весна, а эти видео не актуальны. Думаю, ну, ладно, сниму новое. Сняла новое видео, опять же, монтировать все. Думаю, ну, ладно, год прошел. На год, как к каналу будет, я обязательно вернусь. Все вышло то же самое. Все дотянулось до такого, что вы сейчас смотрите видео, которое прошло год с того момента, как вышло новое видео, последнее видео, давайте так говорить. Ну, в общем, я решила, что нет, надо все. Вот год прошел, потом думаю, может быть, 100 наберется подписчиков, а вернусь уже на канале, на данный момент 112 подписчиков. Я очень рада хоть такому маленькому количеству. Но я знаю, что поначалу очень мало, на самом деле, кого, кто смотрит, новеньких особенно, поэтому это все понятное дело. В общем, я постараюсь теперь видео снимать так, чтобы их особо не монтировать, потому что это очень много времени убивается, там, думаешь, а вот это так, а это то. Все равно некоторые люди до конца видео никогда не досматривают, ну, в редких исключениях, если видео действительно интересное. Но в основном люди смотрят, ну, смотрят, что им интересно, листают еще что-то. Поэтому я действительно подумала, что лучше я буду постараться меньше говорить. Ну, такого особого подробного, конечно, не всегда это может получиться. Но, в общем, вы меня поняли, и я надеюсь, что я буду теперь почаще выходить. Не будет таких больших интервалов видео, потому что мне это доставляет большое удовольствие снимать, говорить. И я думаю, что это чувствуется и слышится. В общем, давайте теперь поговорим о чьях. Если вы меня уже давно смотрите, вы знаете, что я очень люблю эту фирму, Басилюр. Это очень классный чай, мне очень нравится. Давайте, раз я уже здесь остановилась, поговорим. Вот это самый последний, это Том 4. Черный байхово-цилонский чай. Он обычный, просто цилонский. И, в общем, ничего такого в нем сверхъестественного нет. Вот эту коробочку мне отдала подруга, но я также заказывала просто этот чай на пробу. Это зеленый уже чай, зеленый-цилонский байховый чай. У него есть ароматы дыни, ягод клубники и клюквы. Очень такой вкусненький чай. Не могу ничего такого серьезного сказать, что он такой плохой. Ну, в общем, если вы любите какие-то фруктовые чаи и зеленые, то вот это вот прям вот классно. Это вообще моя любовь. И, мне кажется, если вы смотрели ранее мои видео, то видели, я даже показывала эту коробочку. Это чай с корицей, но там также присутствуют папайя, сафлора, апельсины и гвоздика с ванилью. В общем, очень вкусный чай. И по запаху, и по вкусу очень нам нравится. Это тоже черный байховый цилонский чай. Так, вот в фокус убежал. Вообще, это василек, жасмин, голубая мальва. Это такой вот вкусненький чаек. Так немного сдвигается. В общем, очень вкусный. Мне очень нравится. Вообще, нравится вот эта вся коллекция. Если вот какие-то чаи закончатся, я обязательно эти коробочки сохраню. И буду их, так скажем, использовать как какие-то шкатулки. Единственное, могу сказать, что я не любитель обычного черного чая. И тот чай, который у меня просто был, остался. Я его отдала, ну, чё себе. Я говорю, любите черный чай, пожалуйста. Потому что я не очень люблю черный чай. Также мне нравятся эти коробочки. Сейчас попробую показать их получше. В общем, очень красиво, особенно новогодние коробочки. Если, например, хотите в подарок какой-то чай, то я могу вам порекомендовать. В общем, очень классно. Также у этого Басилюр есть свой официальный сайт, где вы можете заказать при покупке. Если я не ошибаюсь, от 2000 доставка бесплатная. Примерно коробочка вот такого чая 300-500 рублей. 600 может быть максимум. Варьироваться некоторые коробки я заказывала на сайте ozon.ru. Также все ссылочки я оставлю под описанием видео в инфобоксе. В общем, тут даже наклеечки есть, чтобы смотреть. В общем, очень вкусные чаи. Это такая вот большая зимняя коллекция. А также у меня есть такая большая весенняя коллекция. В общем, вот такая вот книжка. Так, это у нас вторая книжка. Это у нас черный чай и зеленый чай. Это смесь чаев. В общем, такая вот вкуснота. И это у нас такой вот вкусный чаек с амарантом миндаля и розой. Он такой вот запах прям розы присутствует. На самом деле, если вам чаи нравятся, то присмотритесь, потому что вот у них очень красивые коллекции. Также вот это первая книжка весенней такой коллекции. А вот это третья книжка. В общем, это у нас ананас, кокос, вроде, если не ошибаюсь, и амарант. А вот эта книжка первая, это у нас сафлора, василек и бергамот. В общем, на каждого, мне кажется, на каждый вкус найдется своя книжка, свой вкус чая. И поэтому их очень много. Еще есть коллекция вот этих вот зимних с Дедом Морозом. Но вроде, если не ошибаюсь, то тоже просто обычный черный чай. Никакого такого рождественского вкуса в нем, наверное, нет. Но я не заказывала. Если вдруг будет ссылка или вы найдете, где он есть в наличии, то обязательно скиньте. Я посмотрю, потому что где я смотрела, там не было в наличии. И вот все, что я заказала, то вот такие есть. Также этот чай есть в картонной упаковке. Но это чисто просто подарить, потому что вот такие. Мне нравится то, что они прям вот закрываются. То есть очень удобные, практичные, красивые. Например, у меня есть книжечка, где я храню фотографии уже. То есть чай закончился, а фотографии я в нем храняю. Также подписывайтесь на мой канал в Инстаграм. Смотрите там фотографии. Там я бываю почаще, чем Ютуб. Постараюсь укладывать. И обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч. Всех я целую и спасибо, что были со мной. И с наступающим Новым Годом! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова